14 ноября в Сибирском государственном университете физкультуры и спорта прошла Всероссийская научно-практическая конференция. Чиновники из разных регионов страны, представители федеральных площадок по подготовке спортивного резерва, а также специалисты отрасли обсудили экспериментальную и инновационную деятельность в развитии системы подготовки спортивного резерва. Мы закладываем основу для побед российских спортсменов в будущем. И то, что сегодня в системе спортивной подготовки происходит, конечно же, не может не волновать ни специалистов-практиков, тренеров по различным видам спорта, ни ученых, которые занимаются этой проблематикой, ни администраторов, которые организуют этот процесс. Самое главное, мы должны понимать, что только инновационные подходы, изыскательская, научная деятельность помогут эту систему сделать динамично развивающейся и отвечающей современным требованиям подготовки спортсменов. Участники конференции зачитали доклады об экспериментальной и инновационной деятельности в подготовке спортивного резерва в регионах. Специалисты смогли не только поделиться своим опытом, но и позаимствовали наиболее успешные федеральные практики. У нас площадкой является трекластерное взаимодействие на базе нашего велотрека. Мы объединяем регионы для того, чтобы на треке можно было готовить спортсменов из такого класса. Это наша тема. И нам интересно же услышать наших коллег из других регионов, как они работают, что они делают, что нам будет полезно. Я думаю, что просто здесь произойдет большой-большой обмен опытом. В Омском велотреке участникам конференции продемонстрировали подготовку велосипедистов высокого класса регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Вице-президент региональной федерации велоспорта Борис Нечапуренко провел экскурсию по спортивному сооружению с единственным в стране полотном, построенным по олимпийскому стандарту. Гостям представили оснащение медицинского кабинета, позволяющее контролировать функциональное состояние спортсменов до и после тренировок, а также велотренажеры, определяющие целый ряд необходимых для спортивной подготовки параметров. Мы увидели, как работает это непосредственно на объектах спорта. Как показывает практика, это очень правильное направление деятельности, когда специалисты, медицина, физиологи приближаются непосредственно к месту тренировок спортсменов. Это уменьшает временные затраты, повышает интерес спортсменов и тренеров к тому процессу, который они ведут. Стань чемпионом – еще одна федеральная площадка, которую также презентовали региональным делегатам. Экспериментальный проект работает в нашем городе 7 месяцев. За это время протестировано более 2000 детей в возрасте от 6 до 12 лет. Совсем недавно оборудование проекта было усовершенствовано. Новые методики, новое оборудование, все интегрировано с программным обеспечением. До этого мы снимали порядка 50 показателей, которые учитывались в заключении, и специалисты выдавали рекомендации. Сейчас 150 показателей, и машина автоматически выдает заключение, как только заканчивается тестирование. Плюс оборудование – все отечественное, все наше, некоторые разработки даже омские. Специалисты спортивной отрасли заинтересовались опытом омских коллег. К слову, некоторые инновации они уже готовы внедрить в систему подготовки спортивного резерва в своих регионах. Субтитры создавал DimaTorzok